Всем большой привет! Наконец-то собралась заснять для вас видео итоги уходового проекта. Он будет нам помогать вот такой вот симпатичный щелкунчик. Мне его подарили на Новый год. Забыла вам показать в подарках. Вот такой вот гламурный, модный товарищ. Почему не сняла его для вас прям в начале года? Потому что я заканчивала некоторые позиции. Не так-то это оказалось и легко, заканчивать продукты, которые застряли в коллекции. Так, если помните, вот такой вот набор по уходу за кожей рук. Здесь, значит, входила маска, крем для рук, точнее скраб для рук. И прилагалась сошетка с солью. Сошетка не осталась, там просто был пакетик, соль я уже использовала. Также в наборе находились перчатки. Единственное, что могу сказать, что я так и не воспользовалась ни разу по назначению. Имейте в виду, вот прям, чтобы в комплексе испробовать сразу все продукты. Все использовала отдельно. То есть отдельно, да, классная на самом деле маска. Я ее использовала в итоге как крем для рук. Унесла на работу и только так я ее закончила. Скраб для рук. Достаточно такой, очень деликатный, щадящий. Но продукт больше для баловства. Наверное, поэтому у меня такие продукты не сильно быстро-то и уходят. Из этой же категории, наверное, Е. Это концентрированная жидкая соль от марки Агава. Вот с такого количества я начинала. Все уже, тут ничего уже нет. Прозрачная гелеобразная субстанция пахнет чем-то натуральным. Возможно, концентрированная соль так и должна пахнуть. Это израильская марка. И по сути вы должны нанести это средство, распределить его по телу, постоять 2 минуты и потом уже смыть себя. И, как заявляет производитель, снимает токсины, как-то оздоравливает вашу кожу. Проблем у меня особенных каких-то нет кожных. И просто я заметила, что да, кожа становится более шелковистой. Но, опять же, это, мне кажется, продукт из серии какого-то баловства. То есть вам нужно дополнительно хоть и 2 минуты, но тем не менее, постоять просто так в душе или в ванной, где вы там принимаете омовение. Ну, такой немножечко спорный продукт. В полноразмерном, наверное, не буду повторять. Расскажите, пробовали ли вы что-то подобное и нравятся ли вам такие средства. Так, еще одно средство, которое закончила благодаря проекту, собственно, это розовая глина или красная глина. Она привезена из Греции. И считается, что такого типа глина, у меня на самом деле тут немного оставалось, вот столичка, она подходит как раз для сухой чувствительной кожи. И я ее смешивала или с гелем алоэ, или просто с водичкой и наносила на все лицо. Она очень бережно очищала его. Так-то средство классное. Что еще? Ополаскиватель от Глистер. Ополаскиватель для области рта. Очень крутая штука. Она концентрат, по сути. Ее тоже оставалось... Вот уже пометка немножечко стерлась. Ее было не очень много, но это концентрированное средство. Вам достаточно буквально там 3-4 нажатий на спрей, и все, у вас уже готово средство для ополаскивания. Поэтому уходила достаточно долго. Успела даже немного надоесть. Может, чуть-чуть попозже я бы и повторила. Ну, очень экономичная получается. Вам на очень долго хватит такого средства. Так, это не очень удачная штука. Это скраб от марки Лабораториум. Говорила, что очень крупные частицы. Он у меня практически был полный. Вот здесь вот отметка. Вот, и я его использовала в итоге как эфирное. Оно очень ярко пахло можжевельником, поэтому добавляла себе ванночки для ног. Так в итоге и закончила. А как скраб, он слишком не щадящий для кожи. Средство для губ. Это такой макарончик от компании L'Etoile. Но оно было ужасно по консистенции. Это была некая вазелиновая субстанция. Он был полон на начало проекта. Ну, практически полный. И в итоге вымазала себе на локти. Локти, кутикулу. Потому что на губах. Хотя пах очень приятный виноградиком. Просто я, наверное, не очень люблю такие текстуры. Так, скраб для губ с ароматом шоколад от Spivac. Знаете, пока у меня была специальная маска для губ, начиная от марки Bite, американской, я понятия не имела, зачем вообще людям скрабы. Но, как оказалось, такими беспроблемными мои губы были именно благодаря той самой маске. А как только она закончилась и настали холода, да, скраб пошел гораздо быстрее, потому что губы сохнут просто безбожно. И тут я поняла, что на самом деле очень даже классная штука. Там действительно натуральные масла. Бережно. Там сахарный скраб, он, конечно, прям хорошо скрабирует, но при этом не травмирует кожу губ. И он мне очень понравился. Вот то самое средство, которое я пыталась добить, чтобы уже показать вам с чистой совестью пустые баночки. Это крем-маска от компании Кора с фруктовыми кислотами. Это Эксфолиант. Летом я боялась воспользоваться такими средствами, так как боюсь, что у меня настигнет какая-то пигментация. Вот. И в холодное время года как-то я снова подзабыла про нее. И вот только благодаря тому, что вспомнила, что, блин, у меня же отчет Project Pen по уходовым средствам, и надо бы поскорее добить все продукты, которые я у него взяла. Вот только благодаря этому я все-таки добила все до конца. Так. Это все, что участвовало в этом проекте. Расскажите, насколько вам вообще интересны Project Pen именно уходовые. Если вам интересно, я бы собрала еще один проект уже на этот год. У меня есть средства, которые залежались. Они некоторые совсем новые, но в этом году у них уже, допустим, истекает срок годности, поэтому их надо обязательно взять и добить, так сказать. Поэтому, если вам такого формата видео интересно, дайте, пожалуйста, знать в комментариях, и я обязательно в следующем засниму какой-нибудь Project Pen именно по уходовым средствам. А на этом все. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. И до новых встреч.